Принять закон об амнистии тех, кто сейчас участвует в массовых акциях протеста на юго-востоке Украины. С таким предложением выступили Верховная Раде депутаты-регионалы. По их мнению, это будет способствовать урегулированию конфликта. Тема сепаратизма сегодня вновь бурно обсуждалась в парламенте с подробностями Валентина Левицкая. Кто бунтует на Востоке? Мирные граждане или вооруженные сепаратисты? Об этом в Раде спорили депутаты. Главный коммунист Петр Симоненко на днях побывал в Донецке и утверждает, что сепаратистов не видел. Собственный народ, который выходит на массовые акции протеста в Донецке, Луганске, Харькове, других областях, сегодня обвиняет в сепаратизме и терроризме. Там нет экстремистов, там нет сепаратистов, там есть люди, которые думают о будущем нашего государства. Которые думают о будущем нашего государства. Так это же отверто брехня. Посмотрите документы, которые принимаются кубкой людей в захоплении Донецкой администрации. Там же четко написано введение Донецкой так званой республики до склада Российской Федерации. Не увидел сепаратистов и российских диверсантов и Сергей Тегибко, который ночью вернулся из Луганска. Все разговоры о том, что там присутствуют какие-то россияне, чистый вымысел. Находятся жители Луганской области, показывали паспорта свои. Никаких россиян там не было. Те, кто говорят, что там есть какие-то заложники, тоже вранье. Регионалы считают, тех, кто захватывал обладминистрации и здания СБУ, нужно простить и отпустить. Нестор Шуфрич даже подготовил законопроект об амнистии. Сегодня нам надо послать четкий сигнал, что власть готова пойти на встречу протестующим, которые после 22 февраля вышли на акции протеста на юго-востоке страны. Терористов не амнистуют, с терористами не ведут переговоры. Терористи або сдаются, седают на лаву подсудных, або их знищивают. Все мирные граждане, которые попали в голые доли в эти обстояния, они не должны и так быть подданы к криминальному переследованию до тех пор, пока они не участвуют против государства. Но дальше дебатов дело не пошло. Депутаты сегодня провалили законопроект о материальной помощи пострадавшим во время акций в центре Киева, не захотели и предоставить статус участников боевых действий крымским военным, которые противостояли российским войскам. На том и разошлись до завтра. Валентина Левицкая и Нажмут, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Новости, телеканал Интерс.